Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Рашворд. Сегодня 24 апреля 2022 года, 60-й день активной фазы войны Путинской России против Украины. Время 8 часов 18 минут по киевскому времени и у нас на связи из Украины Руслан Рогованов. Добрый день, Руслан. Добрый день. Ну, прежде всего, я поздравляю всех православных со светлым Христовым воскресением. Не очень хорошее событие сейчас. Но давайте мы начнем с официальной статистики потери Российской Федерации, которые... Это теперь все собрано на очень удобном сайте. Ссылка дана в описании. Здесь видно не только то, что уничтожено, а процент уничтоженного от того, что собрано, и от всего. То есть уничтожено 854 танка за минувшие сутки 16. Это 71% из всех собранных и 26% от всего запаса Российской Федерации. 21 600 военнослужащих. Это 15% от всех тех, кто были собраны на границе, и 2% от общей численности российской армии. 8 кораблей, бронемашин 2205, 177 самолетов, 154 вертолета, 403 артиллерийские установки. Это 67% от всех существующих. 1543 автомобили. И вот другое. Друзья, я так думаю, что Минобороны и Генштаб Украины явно заинтересуются этим замечательным сайтом и будет его также демонстрировать и у себя. Очень удобный сайт. Но я начну с другого, Руслан. Это, конечно же, главная информация о том, что под городом Изюм ВСУ уничтожили часть оккупантов из 64-й гвардии, подчеркиваю, гвардейской, отдельной мотострелковой бригады, которая прославилась мародерством, но самое главное, изнасилованием людей в пуче. И при этом, при этом, часть из них была взята в плен. И вот тут уже прошло сообщение. У некоторых российских пленных ДНК совпало с ДНК, изнасилованных тех, тех, кто насиловал девочек под Киевом, уже прошла информация о том, что менять их не будут. Что с ним будут делать? Посадят по нашим, это уже называется преступление, это преступник, неважно какого государства. Он совершил преступление на нашей территории, он не является военнопленным, он является уже по уголовной ответственности, идет как просто уголовник. Ну, посадят в тюрьму, сделают девочку, но это уже пусть работают те, которые сидят в тюрьме. Ну, в общем-то, логично, это правильно. Тем более, что, друзья мои, пришла, вот каждый день приходит, ну, совершенно чудовищная информация, вот, пожалуйста, что произошло в Ирпене, то есть, вот такие действия совершались на глазах детей. Это вообще, это что-то с чем-то, я вообще не понимаю. Это такое впечатление, что эта публика, она вообще уже с катушек слетела. Не ослоплено с меня. Я просто, спокойно только буду. Мы их выведут в Россию, и Россия наконец-то увидит, какая у нее армия. Да, это да. Так, теперь второй вопрос, очень важный на сегодняшний день, это то, что Минобороны России обвинила Соединенные Штаты в подготовке провокации с ядерным оружием. Об этом заявил начальник войск радиационно-химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Цитата. Министерство обороны России располагает сведения о подготовке США провокации с целью обвинения российских вооруженных сил в применении химического, бактериологического или тактического ядерного оружия. Этот план уже разработан, является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции. По словам генерала-лейтенанта, это направлено с целью исключения России из международных организаций, включая ООН. Ну, комментировать то, что США будут такое делать, это, я считаю, излишне. Понятно, что идет подготовка к применению к тому, что это будет... Давай начнем. Давай начнем. Они сами сделают ВСУ к этому готовы, это рассматривается серьезно? Все это все рассматривают, все к этому готовы, все прекрасно понимают, к чему это идет. Давай я тебе просто скажу по-другому. любое заявление России с обвинениями в сторону Украины и Запада в войне с Украиной, то есть в применении каких-либо запрещенных или каких-либо действий, всегда идет перед тем, как Россия принимает и совершает какие-либо действия. Ну, и давай так, уже откровенно. Если в Мариуполе нам тяжело было снять патологические показатели, химические, то есть провести анализ, то под изюмом у нас есть подтверждение об использовании России Зарина. Понятно. Поэтому мы знаем это все, мы прекрасно это понимаем, более того, мы знаем, что Россия рассматривает и использование тактического ядерного удара, и это мы знаем, и действительно рассматривает. Если кто-то этого не понимает в России, ну пусть готовится. Это не такая быстрая смерть, это всю жизнь жить не мучиться, потому что еще смотря, куда облако пойдет. Чернобыль взорвался, больше всего пострадало туда Беларусь, потому что облака ушло на сторону. Восточная Европа, я напомню, кстати. И Восточная Европа потом, когда облако пошло в другую сторону. Ну просто для понимания, что это не все так просто и гладко даже применение оружия. Я уже не говорю. Ну то есть мы готовы, да, мы знаем эти все планы, мы знаем и соответственно соответствующие реакции, в том числе информационном пространстве. И в принципе россиянец подтверждают, они закрываются в своем куколе. Мы работаем на соответственно в общем пространстве и те люди, которые хоть чуть-чуть хотят задумываться, они видят и получают эту информацию, не знают, что происходит. Вот. Но я бы хотелось обратить внимание на то, что произошло вчера, да. Суббота, пасхальная неделя. Православная. Встрел Одессы. Да. Ну это ты с языка снял. Это вот был мой следующий вопрос. Здесь вопрос вот такой, знаешь, к Израилю в том числе. Там ведь много людей, которые выходят из Одессы или которые родственники. Вы что думаете, что Россия будет останавливаться? Вот у меня просто к ним один вопрос. Вы что, не понимаете, что происходит? Согласен. Понимаешь, эти твари, им же все равно. Праздники, не праздники. То есть они кричат, что не самая верующая страна по факту она самая безбедливая. их вера и сатанизм. В большей степени то нужно посмотреть на вот этот храм вооруженных сил или как-то армии России. Ну хуже издевательства, ну даже вот эти условные сатанисты, которые там секты бегают. и то они не могли бы придумать над верой. Я сегодня цепляю этот вопрос, потому что сегодня тот праздник, который в России считается одним из основных православных праздников. А так как у нас патриарх Кирилл, один из руководителей государства, по сути дела, да, они же пошли освобождать кого? Православный мир в Украине. Ну блять, хорошее у нас освобождение. Что у нас из-за того, что Россия готовила провокацию, у нас фактически были закрыты храмы на комендантский час. Верующие не могли ставить службу начнули. И это все на совести, туда же на совести России. Плюс по 10 вчера, ну давай так, ну лупанули по дому, да, это первый ребенок, который погиб в Одессе, но тем не менее, то есть ребенок, который младенец, погиб только потому, что какие-то идиоты российские считают, что Одесса русский город. Ты знаешь, Одесса даже не украинский город. Одесса это Портофранк, Одесса это Одесса. И она выбрала быть в Украине. Здесь нужно понимать, что Одесса это из тех городов, которые сами выбирают в какой стране им быть находиться. Никогда ты их не заставишь. И Одессу завоевать. Ну, извини меня, катакомба никуда не ездить. Как во Вторую мировую войну, так и сейчас. Никто не сможет взять идиот. И она будет сопротивляться. Если маму кто-то тронет, того мама похоронит. Это действительно на восточном направлении конечно тяжело, они пытаются максимально добиться успеха. вот сегодня Пасха, сегодня 27-ое и сегодня можно говорить 24-ое и сегодня можно говорить о том, что очередной раз обосралась. Ну, у меня других слов просто нет. Реально обосралась. Почему? Потому что до Пасху они планировали уже быть на границах, административных границах Донецка и Ваганской области. Хрен. И так будет со всеми планами. Много вооружений, гадятся всего, чего попало, накрывают огнем все живое, потом пускают вперед мясо с ДНР, с ЛНР призванное и после этого пытаются наступать. Не получается. и не получится. Причем насчет ДНР и ЛНР такая информация прошла, что погиб джазовый пианист, воевавший на стороне России. Ну, погиб, всякое бывает. Они же его 38-летнего мужика мобильсовали. И не в дудку дудеть, и не на рояле играть. Они его в пехоту купили. Это что такое? Да ничего, это нормальная ситуация для ДНР. Там погиб известный краевед, известнейший краевед, которого знал в Украине, в Москве, в России, погиб. Точно так же мобилизованный в пехоту. там не один дазовый музыкант погиб, там их целая команда. Ну, это нормально. Если они на сегодняшний день призывают детей 16-летних, которые прошли военную подготовку в условно-военных лагерях в юной армии, то есть партийских организациях, если они сегодня призывают людей до 65-летнего возраста, ну, какой нахрен человека 65 лет бояка? Друзья мои, Руслан не оговорился. Было до 60-ти лет, сейчас до 65-ти. Это не оговорка. Это правда. Юра, ну, блин, официально с 50-ти лет военно... Ой, грубо говоря, по состоянию здоровья, молодчих воевателей служить в армии с 50-ти лет там порядка 10-15% в зависимости от условий жизни в государстве. 10-15%, 65 лет это сколько? Это ни одного. Это ни одного. Ну, понимаешь, они просто уничтожают полностью все. И, да, опять же, посмотри, кто опять же командует российскими войсками. Да, опять украинцы. Ну, блин, ну, ты понимаешь, даже здесь, да, перевертывайся, да, которые родились в России, все равно, ну, говорит-то другого. Ты понимаешь, у них даже своих командиров. А с помощью нас у них и не будет никогда. Вот ты рассказал за изюм, а я тебе скажу еще. Вчера на Херсонском управлении наши шарахнули по штабу общевойсковому. Два генерала двухсотых, один в тяжелом состоянии трехсотых. еще. Чей речи. Ну, так же. Мы умеем воевать. Не любим, да, ну, где-то еще вопрос, а хватит сил у России даже на выживание? Мы умеем воевать, мы уже выживали и проходили это все. А вот сможет ли выжить после этого расти? Ну, в принципе, мне все равно, но уготовьтесь от подарка к большому развалу. А учитывая, что мы говорили, что мы говорили, что экономический кризис, который будет общемировой, и даже война их не спасет. В принципе, а кризис начнется уже с лета, и это и по удовольственным потом накрывается, догонится, потому что негде сажать, и Украина практически потеряла 240% сейчас возможностей, а если дальше продут боевые дети, может быть, и больше своих возможностей пассивных. Это для мира прежде всего, да. Но я думаю, что начиная с июля и заканчивая декабрем, будет, ой, какое веселое время. И чем быстрее нам помогут на сегодня отразить вот эту российскую навалу, чем быстрее мы выйдем на свои инициативные границы и выкинем в Россию, тем быстрее и тем больше шансов для мира, что он будет нормально жить и нормально работать. То есть, то, что не случится кризиса, и люди не потеряют ничего. Естественно. Кстати, я вот забыл сказать, по поводу того, что Россия вначале обвиняет Украину, а потом сама, что якобы такие есть украинские планы, потом сама это делает. По поводу кассетных бомб, кассетных боеприпасов в Изюме забыли? Обвинили потом Украину. Кассетные боеприпасы Россия использует по всем направлениям. Да. А что касается Одессы, я когда это почитал, вот этот комментарий Минобороны России, меня, извините, меня смех начал колотить, что якобы в дом попало потому, что украинские ПВО сбили эту ракету. Хотя они ее не сбивали. Украинцы виноваты, да? Хотя ее не сбивали. Да. А по поводу брехни России я бы хотел внимание обратить на Мариуполь. Мы как-то зашли в сторону от него, забыли о нем рассказать. Ситуация следующая. На вчерашний день объявили место эвакуации. Украинцы туда пришли. Автобусы не подогнали. Приехали российские военные, догнали их буквально рядом за 100 метров. за 100 там 200 метров. За щадку, где были люди, накрыли с минометов. А людей посадили в автобусы и отправили в Докучаевск, не дав никому выйти. То есть отправили на территорию Ордуо. А потом обвинили Украину, как будто она стреляла. Вот такая вот фишечка у россиян. Да. Это уже вот я не могу понять никак, что еще нужно сделать для того, чтобы российские генералы поняли, что они живут в информационном мире. Сейчас информация становится известна через несколько минут после того, как произошло это событие. Это не скроет. Они какие-то недоразвитые, что ли. Нет, конечно. То есть, понимаешь, поэтому не хочу обсуждать чувственные способности российского генералитета, но в принципе пусть им земля будет пухом. Ну, это да. А, кстати, по поводу того, что мир ждут веселые времена и в первую очередь Россию ждут веселые времена. Вот вам, дорогие мои, смотрите, с 28 апреля Индонезия закрывает экспорт пальмового масла в Россию. Вот даже эту отраву, вот, друзья мои, я ничего не придумываю, это ведомости написала, газета ведомости, вот, самим типа не хватает. И даже, а кто лидер мировой экспорта подсолнечного масла? Вот сидит представитель страны, Украина. Жарать нечего будет, россияне, да вы задумайтесь наконец, куда вас это завело? Они будут корешки копать. Че ты переживаешь? Народ бурундук, народ корешки будет копать. Ну, блядь, народ долбат. Ну, да, это действительно так. Ну, и, конечно же, я не могу пройти мимо вопроса, как там ребята из Азова на Азов стали? Держится. Вчера выступление было Зеленского, то есть можно было, то есть предположение, он сказал, что недостаточно пока возможности и силы освободить военным путем, и, в принципе, ребята на Азов стали, это знают и понимают. Поэтому максимально пытаются сейчас сохранить жизни и спасти мирное население, а уже сами как получится. Да. Но они воюют, они наносят удары, постоянные выходы, постоянное нанесение ударов. это будет еще долго и это уже вошло в историю и в учебники и войдет еще больше. Это я согласен с этим. Руслан, спасибо огромное за ценнейшую оперативную информацию. Друзья, я напоминаю, как всегда, во-первых, выводы делать только вам. Во-вторых, друзья мои, помогайте Украине, вот ссылки данные реквизиты именно на спецподразделение ОРД. И я хочу здесь еще раз сказать, что вот пришла информация о том, что уже из Литвы по PayPal не могут переслать. Слушайте, господа из PayPal, и Израиля, и Литвы, я требую прекратить это безобразие. Дайте возможность перечислять деньги в Украине. Прекратите это безобразие. Это уже, знаете, это уже плохая шутка становится. Надоело. Пожалуйста, откройте вот эти шлюзы и дайте возможность людям перечислять деньги на развитие армии. И, кстати, я обращаюсь и к правительству Израиля. Обратите внимание на это безобразие. Что это такое? Ну и, наконец, я полностью согласен с Русланом, ну надо помогать уже Украине. Ну, какие еще нужны доказательства? Мы вчера с Русланом сказали, что уже Лавров заявляет о том, что он пообещал Хамасу отдельное государство со столицы в Восточном Иерусалиме. Вот такой друг Израиля замечательный. Не дошло еще? Ну и третье, о чем я хочу сказать. Слава Украине! Первое слава! Перемоги Украине! Усе будет Украина! И я поздравляю всех православных, всех украинцев с праздника, с днем Пасхи! Воистину на воскресе! Аминь! До встречи, друзья! До завтра! Пока! Субтитры Субтитры Субтитры